2018 год в сфере градостроительства в Севастополе начался празднично. С музыкой, яркими шарами и зажением импровизированного вечного огня. 8 января на реконструкцию парка Победы вышел новый подрядчик – «Гласок Крым». С предыдущим сахалинской компанией «Рабочий один» правительство Севастополя сейчас судится. Мы совершенно законно действовали и будем таким же образом принимать санкции к тем недворсовестным подрядчикам, которые больше говорят, меньше делают. Уже к концу 2018 года обещали представить обновленный парк Победы. Мы понимаем ответственность нашей компании перед государством, это самое главное. Поскольку государство – это люди, народ, в данном случае жители Севастополя, мы понимаем всю ответственность и перед ними, и мы понимаем всю ответственность перед памятью тех, в честь кого заложен был этот парк. Первый экскаватор доверили завести директору Департамента капитального строительства правительства Севастополя Михаилу Демиденко. И вот уже в октябре 2018 года Михаил Демиденко возмущался плохой работой нового подрядчика – фирмы «Гласок». Мы во всем идем навстречу вам, помогаем вам, чем только можем. Я согласен с вами, здесь помощь оказана. Мы тоже с своей стороны стараемся. Вы все провалили. В настоящее время правительство Севастополя судится с «Гласок Крым». А у парка Победы, который севастопольцы уже назвали парком беды, новый, уже третий подрядчик – компания «Ривьера». Общая стоимость объекта возросла до 1 миллиарда рублей. Парк обещают открыть ко дню Победы. К слову, «Ривьера» известна в Севастополе как подрядчик реконструкции парка имени Анны Ахматовой. Ну, я постараюсь, как можно ближе сделать к подлиннику. Постараюсь. На фоне разрушения парка Победы за миллионы бюджетных денег рядом пример любви к Севастополю и бережного отношения к его истории. За реконструкцию матросского бульвара, за частные средства взялся благотворительный фонд «35-я береговая батарея». Больше желающих потратить внебюджетные деньги на знаковый объект не нашлось. К работе были привлечены лучшие архитекторы, скульпторы, строители со всей России. Задача – реконструировать матросский бульвар в классических традициях города, собрав в единый ансамбль объекты, которые по тем или иным причинам были утрачены. Это летний кинотеатр, танцплощадка, беседка в ауританском стиле, фонтан со скульптурой мальчика с корабликом. Вход на бульвар будут охранять мраморные львы – точные копии стражей Графской пристани, которые воссоздает московский скульптор Виктор Королев. А пока матросский бульвар вынуждены охранять севастопольцы. Правительство города в одностороннем порядке расторгло контракт с благотворительным фондом «35-я береговая батарея». Вы уничтожали колорадский жук на теле Севастополя. 60 фонтанов делали, делали, делали. На дворов надо делали. Мы уже видим, как вы наделали. Вот это забирайте машину по-хорошему. Все общее предреждение бригады. Забирайте по-хорошему. Фу! Позор! Фу! Позор! Вредать! С такими темпами, что делает наше правительство, как ведет ремонт и якобы восстанавливает наши знаковые места общественные, это не сделают они матросский бульвар никогда. Проект делается для города. Проект делается для будущих поколений. Тем более, что это, насколько я понимаю, это небюджетные деньги. «Я думаю, что севастопольцы вспомнят, как отстаивали это место, когда сюда покушался наш бывший мерк Куницын, и который хотел здесь сделать гостиницы, которые, неизвестно, поползли бы на проспект Нахимова. Я думаю, что севастопольцы вспомнят свою историю, и новейшую, и более давнюю. И я думаю, отстоим наш центр города и самое главное историческое место, которое нам нужно оставить потомкам. Потомству в пример». Правительство Севастополя грубо нарушило условия договора о реконструкции матросского бульвара, при этом обвинив в незаконных действиях мецената благотворительный фонд «35-я береговая батарея». Об этом стало известно 26 ноября на совещании в правительстве Севастополя, которое экстренно собрал вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. Среди представленных журналистам документов договор о реконструкции матросского бульвара, где стороной номер один выступает правительство Севастополя в лице организации парки и скверы. В правах и обязанностях договора черным по белому написано, что сторона номер один парки и скверы обязана совместно с организатором получить разрешение, необходимое для начала строительных работ и работ по реконструкции. Этого сделано не было. Причем заявили о своем бездействии сами чиновники. В итоге этих странных игр правительство, позволив меценатам вложить 80 с лишним миллионов рублей в реконструкцию, потребовало в течение пяти дней покинуть территорию матросского бульвара. Вот лист согласования. Водоканал, ГБУ парки и сквер, департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства. Это согласование проекта. В Севастополе представитель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, посетив несколько парков и скверов, где в настоящее время проходит реконструкция за бюджетные средства, была приятно удивлена, узнав, что масштабную реконструкцию матросского бульвара в Севастополе делают меценаты. Подарок городу-герою. Это положительный пример участия бизнеса в формировании комфортной городской среды, о котором должна знать вся страна, заявила Светлана Калинина. По ее мнению, проект реконструкции матросского бульвара должен быть представлен на сайте Министерства строительства России. Оказывается, бизнес принимает участие в формировании комфортной городской среды. Есть. Вот сейчас 29-го буду докладывать президенту в обязательном порядке, что в Севастополе бизнес, что есть бизнес. Нас очень приятно, что это наш бизнес с нашим участием, тоже наш представитель. Ну слушайте, ну хорошо же. Деньги-то, мы посмотрели, большие деньги, почти полмиллиарда рублей человек вложит в этот бульвар. Ну слушайте, ну здорово. Ну пусть вкладывают. Показать надо. Работу теперь эту показать надо. Умнички. Просто умнички. Проект реконструкции матросского бульвара в Севастополе Светлана Калинина обещала показать президенту России как образец взаимодействия власти и бизнеса. Следом последовало официальное заявление Центрального штаба Общероссийского народного фронта, лидером которого является Владимир Путин. Местные власти вместо того, чтобы всячески помогать благотворителям и меценатам, желающим преображать наши города, препятствуют их работе. После таких примеров у неравнодушных и инициативных людей опускаются руки. Власти Севастополя получили прекрасную возможность сэкономить государственные средства, которые можно направить на благоустройство других важных для людей объектов. Однако по каким-то непонятным и больше надуманным причинам они не хотят этим воспользоваться. Это яркий пример того, как делать нельзя. Заявление штаба Общероссийского народного фронта не остановило местных чиновников. Один за другим и днём и ночью на матросский бульвар зачастили проверяющие. Чиновники правительства подглядывали за стройкой, забравшись на крышу правительства, а также втихаря в щели строительного забора, изображая прохожих. Чиновники Управления охраны культурного наследия искали на бульваре памятник Казарновскому. Вчера вечером после 17 часов пришли эти товарищи, сказали, что хотят посмотреть памятник, два памятника, один по поводу, другой к Казарновскому. Я им сказал, ребята, у нас Казарновского нет, есть Казарского. Севастопольцы продолжают охранять матросский бульвар, встав живым щитом у его входа. 18 декабря они остановили рейдерский захват исторического места. Ничего не изменится. Для чего тогда нужно было приезжать? Не допустим листов, ни рабочих, никого. Заблокируем сейчас проход, и все, не допустим, никого рабочих. А как вы будете его блокировать? Будем стоять здесь, никого не пускать. Вы лично? Я в том числе. А насколько это в принципе законно? А почему это незаконно? Это объект наш. Люди приезжают в нерабочее время, пытаются делать какие-то странные вещи, которые не только нарушают законодательство, с моей точки зрения, но и несут прямую угрозу. Потому что здесь они пытались таскать металлические листы, очень острые. Тут были люди. Естественно, ребята попытались максимально обезопасить друг друга. Хорошо, что сотрудники полиции здесь находятся, всячески охраняют общественный порядок. Но при этом, при всем, повторюсь, то, что происходит сегодня, больше похоже на рейдерский силовой захват, чем на действия власти. И это настораживает, потому что фактически сотрудники государственного предприятия противопоставляют себя севастопольцам. Но ничего у них не вышло. Севастопольцы не дали правительству города перекрыть подъезды к бульвару бетонными блоками. Вы подчиняетесь шакалу, который деребанит город? Я понимаю, что вы работаете, вы человек подневольный. Но если бы я работала на вашем месте, я бы блоки выгрузила под воротами вашего начальства. Потому что он шакал, вор и казнократ. По просьбе жителей Севастополя, севастопольский новостной портал «Форпост» начал сбор подписей за продолжение реконструкции матросского бульвара благотворительным фондом «35-я береговая батарея». Еще с самого начала мы как раз таки занимались сбором подписей именно от молодежи. И уже тогда люди задавали вопрос, а есть ли смысл выходить на улицу? Я говорил пока, что нет, потому что все идет в правом поле. Но то, что мы видим сегодня, приведет в дальнейшем итоге, мне кажется, как раз таки к тому, что люди просто начнут выходить и сделать здесь митинги. Более 10 тысяч подписей севастопольцев в защиту реконструкции матросского бульвара в конце 2018 года было передано в законодательное собрание Севастополя, в правительство города, в администрацию президента России, в Совет Федерации, в Государственную Думу России и Центральный штаб партии «Единая Россия». В настоящее время работы на матросском бульваре приостановлены. Фонд «35-я бельговая батарея» будет защищать право на реконструкцию первого бульвара города в арбитражном суде Севастополя. Первое судебное заседание состоится 17 января в 11 часов. В марте 2018 года в Севастополе приступили к строительству канализационных и частных сооружений «Южные». В августе закончили. Контракт стоимостью около 7 миллиардов рублей был официально расторгнут. Кос-Южный строится в Севастополе по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Согласно исполнению договора подрядчику за счет УФК-банка был перечислен аванс более 2 миллиардов рублей 30% от суммы договора. В итоге банк был признан банкротом, а средства оказались замороженными. Следственное управление Следственного комитета России по Севастополю возбудило уголовное дело и арестовало экс-чиновника, которого подозревают в превышении служебных полномочий при переводе 2 миллиардов рублей в банк. Министерство экономического развития России считает неприемлемым до финансирования строительства Кос-Южные, заявил журналистом замминистра экономики России Сергей Назаров, подтвердив, что главной проблемой остаются потерянные правительством Овсяникова миллиарды. Несмотря на это, на итоговой пресс-конференции губернатор Овсяников назвал ситуацию с пропавшими средствами на частные сооружения не катастрофой, а выдумкой журналистов. Вопрос про миллиарды или про частные сооружения? Это вопросы никак не связанные. Тот крик, который раздается со стороны и ваших средств массовой информации, и депутатов о том, что кто-то куда-то украл 2 миллиарда или дал личные указания, это то же самое из оперы «Фейк-ньюс». В Севастополе в 2018 году за 234 миллиона рублей отремонтировали корпуса детского лагеря «Ласпи». Капремонт трех корпусов и благоустройство прилегающей территории подрядчик группа компаний «Фаворит» выполнил в рекордный срок за два месяца, а закончилось все уголовным делом. Прокуратура Балаклавского района установила, что для участия в конкурсе по определению подрядчика выполнения изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов детского оздоровительного центра «Ласпи», а также для заключения госконтракта с Дирекцией капитального строительства коммерческая организация представила подложные документы, на основании которых был заключен государственный контракт на сумму более 74 миллионов рублей. Под угрозой застройки в 2018 году оказалась Байдарская долина. Там на землях хоза значения площадью 256 гектаров хотят построить элитный лицей. Интересно, что основанием для начала работ по планировке послужило тайное распоряжение городского департамента архитектуры и городостроительства. Депутат ЗАГС собрания Вячеслав Горелов заявил, что этот документ отсутствует на официальном сайте органа власти. Тем не менее, инициаторы проекта настроены решительно, но воплощению задуманного и грандиозного проекта лицея с коттеджами мешает лишь одно обстоятельство. Целевое назначение земли сельскохозяйственной, и пока оно не изменено ни о каких там этих образовательных учреждениях вести речь нельзя. Мы интуитивно понимаем, что это кот в мешке, что там будет по неизвестным программам, неизвестно кого готовит и неизвестно кого мы оттуда выпустим и будет ли вообще там что-нибудь. Не перебивайте. Это будет пятиметровый забор, огороженная территория. Действительно, мы потеряем эти 300 гектаров. Мы уже потеряли 300 гектаров на госфорте отличной и интереснейшей земли. И вот теперь здесь теряется. Результатом рассмотрения проекта создания элитного лицея в Байдарской долине стало краткое резюме Вячеслава Горелого. Я здесь сегодня и сейчас обещаю, что если законодательное собрание города Севастополя произойдет проект генерального плана, в котором эта территория будет отдана под эту школу, у этого проекта генерального плана будут очень серьезные проблемы. Теперь вторая часть моего выступления. Значит, завтра все материалы этого нашего сегодняшнего заседания будут направлены прокуратуру, генеральную прокуратуру, Минприроды, Минкультуры, а также поднамочные представители президента Российской Федерации по Южному федеральному округу. Это продолжается история, связанная с изъятием земельных участков до каких-то совершенно непонятных и ненужных городу нужд. Вопрос журналистов о строительстве в Байдарской долине элитного жилья на итоговой пресс-конференции вывел губернатор Овсяникова из равновесия. А что по Байдарской долине? В СМИ появилось информации? В каких СМИ? В Орпосте, и Первый Севастопольский. Пока. Давайте коллегам зададим. Они же это утвердительно сказали. Овсяников отдал под застройку Байдарскую долину. Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста. Ваша пресс-конференция? Ну, относитесь к этому как не только фейк, как к дерьмовому сообщению СМИ. Все. Вы не подтверждаете? Я отвечаю, как я ответил. В 2018 году было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Бельбек. Первую техническую посадку 22 декабря совершили истребители Су-30М2, одним из которых управлял командующий 4-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа Виктор Севастьянов. Мы сегодня выполнили первый технический рейс с двумя самолетами. Посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, выполнение некоторых норм, все, что касается посадки парой, допустим, там, зарудивания и так далее. Командующий 4-й армии ВВС заявил, теперь аэродром Бельбек готов принимать военные гражданские самолеты. В 2018 году в Севастополе музыкальная школа номер один имени Римского Курсакова 1 сентября начала учебный год в новом здании. Оно было построено вместо многоквартирного жилого дома, который возводился незаконно под окнами школы номер 22. К слову, взамен застройщик компании «Интерстрой» Евгения Акабанова получила право застроить жилой квартал в промышленной зоне на улице Токарева. В ноябре 2018 года торжественно открыли мемориальный комплекс «Малахов-Курган», правда, не завершив реконструкцию, которая длилась три года. Первыми обновленный музейный комплекс посетили заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и министр культуры страны Владимир Мединский. В конце ушедшего года на историческую реконструкцию первую за 70 лет закрыли исторический бульвар. В ноябре 2018 года в Севастополе на улице Пожарова появился новый сквер с четырьмя зелеными медведями в натуральном размере и освещением на солнечных батарейках. В 2018 году ударными темпами продолжилось строительство школы коллегиума. В микрорайоне Омега-2 ее ждут уже 10 лет. Школу начали строить еще в 2008 году при председателе Севастопольской госадминистрации Сергея Куницыни. Такими же ударными темпами идет строительство севастопольского отрезка трассы Таврида. Осенью 2018 года руководитель компании-подрядчика заявил губернатору, что все идет строго по графику. Земляные работы по седьмому участку выполнены на 80%. В 2018 году началось создание музейного и театрально-образовательного комплекса на мысе Крустальном. Срок реализации проекта 5 лет. 5 августа с концепцией нового комплекса культуры и отдыха в Севастополе ознакомился президент России Владимир Путин. Масштабную реконструкцию Балаклавского стадиона Горняк обещали завершить в 2019 году. И этому не смогут помешать обнаруженные грунтовые воды, заявили журналистам чиновники правительства города. Напомним, строительство идет по федеральной целевой программе. В 2018 году на эти цели из государственного бюджета было выделено 159 миллионов рублей и подготовлен пакет документов на 202 миллиона 500 тысяч рублей, необходимых для завершения работ. Подрядчикам выбрана строительная компания из республики Татарстан. В 2018 году правительство Севастополя обещало снести недостроенный ледовый каток в загородной балке, а новый спортивный объект на месте долгостроя построят за бюджетные деньги. Кроме того, в 2018 году обещали снести торговый центр «Диалог» в Севастополе, но ввоз и ныне там и уже не первый год. В Севастополе до сих пор не принят генплан. В 2018 году правительство заявило о готовности расторгнуть контракт с его разработчиками. За несколько дней до нового 2019 года, ну почти в срок, в Севастополе завершилась реконструкция сквера у Свято-Владимирского собора усыпальницы адмиралов. 27 декабря подрядчик убрал строительный забор. То, что за ним увидела наша съемочная группа, назвать качественной работой нельзя. Приличных слов не нашлось и у севастопольцев, увидевших обновленный сквер на центральном городском холме. Результат реконструкции они назвали отмыванием денег. Ну что изменилось? Вообще ни хрена не изменилось, на самом деле, полная фигня. Сделали хрень. Что это вообще? Вот посмотрите, вот сами снимите, что они сделали. Ничего не сделали толком. Побелили, покрасили, плитку положили. И все, да. А сколько год они делали? Полтора года делали? Тупо деньги отмыли. Мы увидели плохо уложенную гранитную плитку, местами проваленную, даже расколотую. А вот так выглядит после реставрации парапет. По словам подрядчика, они просто вставили в него недостающие камни. Где-то замазали штукатурным раствором, где-то камень обвалился. Так и оставили. Стоимость реконструкции 46 миллионов рублей. Рядом на клумбе у Свято-Владимирского собора установили трубящих ангелов, символично напоминающих персонажей библейского страшного суда. К слову, губернатор Овсянников в 2018 году не смог построить даже баню, объект из списка президентских поручений. На итоговой пресс-конференции он сам признался, что строительство общественной бани на улице Ливаневского так и не началось. Да, у нас есть невыполненное поручение президента по строительству бани на Ливаневского. Вы об этом хотели спросить? Я бы это не знала, но если... Пожалуйста, расскажите. Понятно. Будем выполнять земельный участок, сейчас подбираем и так далее, потому что реконструкция там невозможна. Маргарита Пронина, Севинформбюро.